ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наступил 816-й день нашей телестройки. Вчерашнее женское голосование помогло наконец-то Вадиму разобраться в своих чувствах к свободным девушкам. Из трех претенденток на вылет, Лена, Ада и Катя, он волновался за судьбу последней. Но Катя отказалась от иммунитета и все же решила покинуть проект, несмотря на уговоры Вадима. Ада затаила обиду на Вадима, так как по-прежнему к нему неравнодушна. А новенькие мальчики Вова и Ламин продолжают ухаживать за неприступными Солнцем и Ольгой Моцак. Если Солнце снисходительно принимает подарки от Владимира, то Моцак считает экзотичного юношу Ламина слишком самоуверенным. Солнце снисходительно принимает подарки от Владимира, Доброго утра. Я тебе твой несколько принес, будешь? Что, опять все... Все просто на меня, да? Да, ну давай. Почти. Вы еще облаковой? Нет. Абелина? Нет. Хорошо, я бы с ним сам. Зая, вставай! Антонов ждет тебя! Для меня занят тебя при празднике, И ловлю я твой взгляд напрасно. Каждый день ты проход... Мимо... Каждый день ты не уловив. Каждый день ты проходишь мимо, А я... Как в денье неумолимо... Каждый день ты проходишь мимо, А я повторяю... Вновь и вновь... Убирай бой! А-а-а! А-а-а! Сырь! А-а-а! Готово! Готово! Спасибо! Все так вкусненько! Наверное, тебя надо на руках носить, А не меня! Успеешь! А? Успеешь! А-а-а! Угу! 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 Я живу, по принципу, Относись к людям так, Либо хотел, чтобы они не относились к тебе. И вот это! Угу! Угу! Я на миг мягнула, Но в глазах моих рук лёд и сужа, Ведь тебе я совсем не нужна, Но в глазах парик лёд и сужа. Сырик, просыпайся! А-а-а! Да, просыпайся! А-а-а! А-а-а! Семень! Семень! Все, давай! Я кофе пауду, сделаю все. Не умирай, любовь! Не умирай, любовь! Не умирай, любовь! А-а-а! А-а-а! А если придёт такой же самоуверенный, как ты? И? И чё? А-а-а! Не, ну чё, я буду рад. Ты будешь рад? Что у нас теперь двое самоуверенных. Особенно, если он придёт к тебе. Я тебе про что говорю? Конечно, я буду рад. Ты будешь рад? Да, я сделаю в два раза больше. А-а-а! 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 Понятно! Я таких, как ты, ещё не встречала. Всегда бывает первый раз? Бывает. Но я просто реально в шоке. Сейчас. О, сейчас картина. Нет, сейчас две картины. Первое. Ну, самое обычное, привычное для всех для нас. Мальчишки! Окрываются ворота, заходят. А-а-а! Один длинный вопрос, а другой кучерявый. Нет, кучерявый. То есть хари не видно. И мы сидим. Девочки, вопросы! Какие вопросы? Единственный вопрос. Нахрена вы сюда приперлись? Ну вот смотри. Я к тебе отношусь, да, изначально, как к другу. Ну. Получается, да? Не знаю. Нет, ну вообще. Ну вообще. Ну как к другу? Так мне кажется, как к другу. К тебе сейчас? В данный момент? Ну, могу тебе сказать, что на сегодняшний день уже больше, чем как к другу. Спасибо. О, Господи, я тебя благодарю. Я в тебя не верю. Второй вариант. Открывается ворота. И заходит блондин. Один из них блондин. Я растаю, как сахарная. Прямо на лобном месте. Потом... Останно потекла, потекла. Потом мы зайдем в дом. Я стану с ним общаться, а вечером я подружески усну рядом. хозяйка. И пара тут... Какой inspiring. Аплодисменты, брат. Ты вышибель, по-дружески ты уснешь с Вадимом или с новым мальчиком? Нет, с Вадимом еще успею. С новым мальчиком? И пара сразу же образуется. Нам даже говорить не надо. Ты не исключаешь это, что с Вадимом мы еще успеем. Главное будет пара. Пара образуется. Конечно образуется. В этот же момент мы успеем. Конечно образуется. Ой, что-то душно стало здесь. Ну, раздевай. Погоди, не горячись. Знаешь, как говорится, всему свое время. Настала долгожданная пятница. И мы встречаем сильных, красивых, образованных, умных, интеллигентных мужиков. Встречаем! Мужчины! Ой, чувак прикольный идет сзади. Слушай, давай иди же. Зачем ты к нему пристраиваешься? К нам уже понравился. Активнее, активнее, не стесняйся своих ушей. Привет. Привет. Да садитесь, не стесняйся. Садитесь. Держи, теперь микрофон. Представьте. Меня зовут Вова. Вова. Алексей. Леха, ну, рассказывай, откуда приехал, с чем приехал к нам? Я приехал в Воронеже. И сто процентов ты актер. Ну да, я учился в театральном институте. Ну понятно. Наши люди, поднимите руки и не слышите эти звуки. Тогда ты знаком с Маем, наверное, или нет? Ну да, мы знакомы, мы вместе учились. На одном? На одном курсе. На одном курсе, да? Даже так. Расскажи нам что-нибудь интересное про Майя, пожалуйста. Вот то, что мы не знаем, столь процентов. Так, начинается. Тихо, тихо, тихо. Про девушек, пожалуйста. Да, нам всем очень интересно. Ну что, у меня о Майе только сложились хорошие впечатления. На то время, как мы учились. И как бы, то есть, нормальный, хороший, не побоюсь этого слова, парень, который просто яркий, гламурный и просто нормальный чувак. Вот это все, что я могу о нем сказать. Тогда расскажи о себе. О себе? Ну, я тоже как бы учился, но недолго задержался в институте. Ну так получилось. А что случилось, то расскажи, пожалуйста. Так скажем, просто по... Не нашли мы общий контакт с режиссером, с нашим. Работаешь? Да, я работаю как бы в строительстве. Занимаюсь строительством. Ну, у меня вообще получается как бы двойная жизнь. Подожди, это очень интересно. Строительство, ну что, ты кладешь кирпичи? Нет, я не кладу кирпичи. Я как бы занимаюсь более как бы организаторской деятельностью. Как я, то есть прораб, наверное, да? Организовываешь строителей? Да, да. Здравствуй, коллега. Здравствуйте. Замечательно. Хорошо, по поводу любви, отношений. Кому приехал? Вот девушка симпатичная, Лайва. То есть такой типаж девушек тебе нравится? Да, абсолютно верно. Так, как тебя зовут? Меня зовут Вова. Вова, рассказывай, Вова. Я приехал со Ступина. С чего ты приехал? Ступина находится в Московской области. Ты на травол ты похож. А, говорили, да? Только сегодня ему сказали. Да, я похож. Расскажи о себе, Вова, они могут трепаться сколько угодно. Я официант. Мне 22 года. До этого я занимался спортом. Каким? Лыжными гонками. Лыжными гонками? Да. Это на лыжах зимой. То есть ты лыжник, да? Бывший. Прикольно. Бывший лыжник. Девушка была у тебя бывшей лыжной? Да, была, конечно. И что случилось с ней? Пока на лыжах ездил, была, да? Ушла. Ушла. Почему она от тебя ушла? Изменяла. Скажи, пожалуйста, кто тебе из девчонок, кому вообще пришел? Из всех девушек мне понравилась Лена. Лена понравилась, да? Ну что же, ребят, вот такие у нас мужчины. Лейла, ну начнем с вопросов. Молодые люди, скажите, пожалуйста, какую бы вы хотели видеть перед собой вторую половинку, зависимую от вас или нет? Или свободную женщину. Это на болевшем сейчас было? А? Давай. Ну, я считаю, что девушка, которая будет рядом со мной, она должна быть в первую очередь личностью. И она должна как бы уважать мое мнение. И как бы сказать, когда все это будет взаимосвязано, будет гармония, любовь и будет все хорошо. Ой, супер, вообще. Скажи, пожалуйста, так она будет работать или нет? Мы так и не поняли. Работать твоя девушка должна или нет? Ну, если девушке нравится заниматься любимым делом, почему она не должна работать? Супер вообще. Спасибо большое. Вовка. Ну да, конечно, она пускай чем хочет занимается, на самом деле. Самое главное, чтобы не мешало мне. Вот. Давай, Ленка. Вопрос такой, вам девушке с какими больше характерами нравится? Со спокойной, она должна быть спокойная, там, скромная, либо взбалмошная, веселая. Какая девушка вам нужна? Короче, овечка или стерва тебе нравится? Вот. Овечка. А мне нравятся, наоборот, серьезные девушки. Ну, по тебе видно. Потому что... Прямо на тебя ты сразу вошел, сразу поняла. Потому что, просто, я не хочу, чтобы... Так, это скучно, это скучно. А когда есть такая девушка, которая просто не даст тебе расслабиться, ты сам себя чувствуешь в тонусе и, как бы, готов. И ты смотришься просто рядом с ней. И получается очень хорошая пара. Оля. Ну, вот у меня вопрос. Вы хотите вдвоем остаться? Да. Ты? Я согласен. Вдвоем. Хорошо, тогда из этого следует вопрос. Представим ситуацию, что вы хотите вдвоем остаться. У нас такое нереально. Как вы... Для того, чтобы остались вы вдвоем, должен кто-то из наших ребят уйти. Вы можете предложить какую-то кандидатуру? Хорошо, молодой человек в белом. Как вас звать? Слечить ты на тезку. Бруку поднял. Все, Володя, понятно. Замечательно. Ну, я сказал, что мне понравилась Лейла, поэтому Антон... Пока. Ну, нет, я не хочу, я не хочу ни в коем случае пока... То есть, так... Что, что, что? А что ты сразу стал заикаться, запинаться, дрожать, как Лиза? Во-первых, не дрожжу. Нет, ну, что делать-то? Ну, что же, мы идем с вами переодеваться на стройку, а я иду общаться с этими замечательными кавалерами. Ребята, когда я была маленькой девочкой, мы с родителями ездили на дачу и строили дом. И мое самое любимое задание было, которое мне давали мама и папа, это шпателевать. Я брала шпатель, мне папа приносил цемент, вы сейчас его оттуда принесете, и будете шпателевать шпателем. Шпателевать? Шпателевать. Ты уверена? Шпателевать. Отличный прораб. Вот так. Хочу передать привет маме и папе за то, что научили меня трудолюбию и шпателевке. Он 38 рублей стоит. Цемент внутри в доме, шпатели вот над головой у вас, господа. Да. Ты себе когда-нибудь думал, что попадешь на реалити-шоу? Нет. И это всегда проходил в сторону. Обходил в сторону? Обходил в сторону и влез в самую гуще событий. Вот жизнь такая штука, знаешь. Вроде бы загадываешь, загадываешь. Но я считаю, загадывать нечего, надо просто планировать. Чего-то. А вы, может, когда-нибудь? Ты давно здесь? Ну, да. Месяц был в 24-м. Ну, уже срок. Угу. Отмотала. Отмотала. Ну и как, круто. А? Тебе нравится? Да, прикольно. Прикольно. Угу. Паша, слушай, слушай, слушай. Ладно на любовь. Ну, больно будет. Больно будет. Конечно, больно. Смотри, как замахнулась. Ты руки свои видела? Нет? Это не больно. Это плохо? Вот это не больно. О, смотри, прости. Я снизу не могу. Я снизу не могу. Мастер-класс. Покажем мастер-класс. А-а! Yeah! Uh-huh! У-у-у! У-у-у! Моленько просто! У-у-у! У-у! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok интересным разговором заманчиво. Она же мне покушать приготовила. То есть я вижу реально, что я ей нравлюсь. Мне и моим близняшкам сегодня понравились оба молодых человека. Но так как один молодой человек высокий, худой, еще из Воронежа, а да убери руки, я конечно же проголосую за него. Алёна, сейчас делаются всякие разные операции, чтобы так было. Просто видишь, а тут в принципе видишь, как бы не с кем строить отношения. Если ты знал, я поняла, что ты хочешь вообще, какой у тебя вкус. Нет, ну может быть девочки придурки, просто женского. Но я не против, что ты за мной ухаживаешь? Да я не против. Нет. Ну а все это хорошо. Ну так по-дружески. Я тебе хочу сказать одно, что Лейла не уйдет от Антона сейчас. Она не уйдет от него. Просто она, мне кажется, будет так вот, как бы специально, знаешь, чтобы Антон завелся, крутить перед ним задницы. Ну как бы мне этот мальчик понравился, да, вот, и я буду делать все, чтобы мы были вместе. Ну и единственное, конечно, вот меня сегодня спросили, типа, а что вот по поводу Ленки, она твоя подруга. Ведь если мальчик скажет, что мне нравится Ленка, и я хочу с ней строить отношения, соответственно, я просто уйду в сторону. Ну что, рассказывай, как жизнь молодая. Нормально, потихонечку ползаю. Ползаешь, да? Да, пока еще не летаю. Тут надо бегать сейчас, рвать и метать, ползать ни в коем случае нельзя, сам понимаешь, да? Скажи, пожалуйста, кто из девчонок тебе приглянулся? По-честному, не, я никому не расскажу вообще. Да. Ну я же сказал вначале. Лену? Лену понравилась. Да потому что одиночка легче всего, наверное, да? Да нет, не сказал бы. Самый симпатичный. Просто, знаешь, это даже, мне кажется, вообще вот это вот обсуждать вообще смешно. Ну вот не то это. Просто сейчас как-то, мне кажется, все так думают. Ну что, вот даже вот мы когда с Лейлой пришли, Антон же сразу выбрал Лейлу. А она же ее? А? Да. Просто тут, знаешь, как акцент поставили, что я настолько тварь, что даже если я буду знать, что я не нравлюсь молодому человеку, и ты моя подруга, я просто буду на зло вам мешать. Понимаешь? Ну не волнуйся, ты знаешь, я не знаю себя. Именно тому, что я поведу себя именно так. Это вообще такой маразм. А кроме Лены никто больше не понравился? Или ты такую, выбираешь одну девушку, чтобы не распространить? Да. Чтобы идти прямо. И сворачивать. Расскажи про свой соперник. Соперник? С соперником мы познакомились сегодня. Хороший человек. Мы с ним даже уже подружились, как можно сказать. Кто сейчас сильнее, он или ты? Ну, конечно, да, я вижу, что он сильнее. У меня немножко такой мандраж идет. А что ты боишься? И только смелые люди могут решиться прийти и показывать свою жизнь перед камерами, нет? Но оказалось, он должен быть очень смелым. Что же тогда у тебя мандраж? Клининтизация. Сейчас перейдет. Я думаю, что я буду бодрее, повеселее. Аделина! Ты прогадала! Ты че, шляндра? Нет, курки не в этой спальне стоят. У меня самой тоже все исчезает. Стоять. Надо дверь? Нет. Ну, пойду схожу, посмотрю, где. Что ты обезьянничаешь? Хочу и делаю. Кумай. Хочу и делаю. Кумай. Стоять? Постой немножечко. Сейчас увидел много красивых девушек и, черт возьми, и уже у меня закрутилось кое-что. Скажу тебе честно. Ну, я думал, у нас уже получается сады. Да, уже говорили. Она мне уже хочет нести еду прямо на диванах. Так у тебя взаимность к ней есть или это просто пока так принимаешь? Я хочу сказать то, что я еще раз подчеркиваю. Здесь много красивых девушек. А я человек любви обидел. Я хочу этим пользоваться. Почему бы и нет? А я лучше тебя буду шекотать. Ну, не надо. Боишься? Ну, конечно, боюсь. Значит, Леша понравился. Смотри, Леша понравился. Да. Даже если я ему не понравилась, я все равно буду шеи не делать. Ох. Я все охуя, а мне все круто. А что это ты спрашиваешь? Не, не тебе. Как подруге узнать, кто тебе понравился. Если может быть чем-то, что я ей подскажу. Подскажи. А потом что-нибудь подскажу. Нет. Ну, конечно, ему до тебя далеко. Беленькому-беленькому. Беленький ты. Что за некое заявление по поводу Лейлы было? Это не некое заявление, просто это девушка, которая мне просто, она просто не то, что симпатична, она мне просто понравилась. Внешне? Да, внешне. Но, опять же таки, я еще раз подчеркиваю, с человеком надо общаться. Потому что, когда ты имеешь человека на экране... А ты думаешь, Антон позволит вам это общение? Нет, ну, я в конце концов могу пообщаться с Антоном. Ну, если разрешит, то почему бы и нет. Как ты оцениваешь шанс твоего соперника? Ну, я, во-первых, не считаю еще пока соперником никого. Потому что я еще раз говорю... Да я про Вову говорю с какого-то решила. А, про Вову? Да, честно, ну как... Парнишка молодец, симпатичный, такой смазливенький. Похож на Джона Браволта. Мне это нравится, их заводит определенно. И все, да? Это все, что... То есть ты не считаешь как соперник? Я не считаю как соперником. Ты интереснее? Опять же таки, я на лобном месте уже сказал, что я не могу досмотреть на себя со стороны. Мне кажется, ты так себя любишь. А кто не любит себя? Ну, посмотри на меня. Все равно у тебя самые красивые глаза. Спасибо. Сегодня к нам пришли два новых симпатичных молодых человека. Но кто-то должен будет уйти. И через несколько минут мы это узнаем. А сейчас встречаем очаровательная Ксения Вородина. Спасибо. Себе оставляйте микрофоны. Зачем мне? Ну что же, очаровательная Елена, расскажите нам, пожалуйста, про молодых людей. Успели вы с ними пообщаться за весь день? Кто понравился? Ну, мы пообщались немножко. Больше мой типаж, конечно, Леша. Молодой человек. Я не знаю пока внутренний мир ни одного молодого человека, ни второго. Надо с ним поближе пообщаться. Ну, как-то Вова сказал, что ты ему нравишься. Испел тебе Вова за день уделить внимание? Он, ну, мы общались с ним. Угу. Ну, просто не так много. Он хороший молодой человек, но... Вообще он тебе не понравился? Нет, он симпатичный молодой человек. Просто немножко не мой типаж. Ага. Твой типаж такие вот? Вот больше, да, вот немножко как... Как стёпка. Подонки, которые, да, здоровые потомков делают потом. Ну, да-да-да. Понятно. Ты же такая скромная девочка вроде мне на тебя описать. Ты скромная такая, очень стеснительная. И зачем тебе вот такой подонок-то нужен? Чтобы дополнять друг друга. Понятненько. Так, дальше мы переходим к Аде. Ада. Кого? Кто тебя успел очаровать? Алексей, это мой типаж. А потом мы удивляемся и плачемся, да, девочки? Вот так вот в жилетку друг к другу приходим и говорим. Подружка, ну зачем же я его выбрала? Он такой скотина, понимаешь? Я не знаю, не похож ещё на скотину. Хороший мальчик? Хороший, да. То есть первое впечатление, оно обманчивое, да, оказалось? Ну, посмотрим, пообщаемся. Сейчас он мне нравится. Слушай, ну, Лёха, прям вот смотри, я одна, вторая девушка. Прям счастливые такие, глазки у них горят, видишь, понравился. Чем успел очаровать ты? Да, собственно говоря, я был самим собой. Ты когда пришёл, сказал, что тебе понравилось Лейла. Сейчас твоё мнение уже поменялось? Нет, дело в том, что я просто пообщался с ней и, ну, как бы, я понял то, что у них довольно-таки серьёзное отношение, насколько я понял, с Антоном. И поэтому Коля с Лейлой не получается, поэтому я осталась с другими девочками. Нет, 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 я не то, что не получается, просто если у людей всё хорошо пока складывается, ну, зачем, зачем буду влезать? Ну, знаешь, вот у Вадима, допустим, с Ольгой тоже вроде ничего складывалось. Я пришёл Лимон и, видишь, сейчас как крепко держит своими шоколадными ручками её, вот. Нет, ну, я не спорю, всё бывает, так что пока у меня такое мнение на первый день. Пока ты остановишься вот на этих девушках, если останешься. А потом посмотрим, да? А потом посмотрим. Ой, какой молодец. Хорошо, а как прошёл твой день, Вова? День прошёл более-менее. Сначала как-то не очень складывался. А что случилось-то вначале? Ну, не знаю, как-то не моя атмосфера. Ладно, так давайте тогда приступим к голосованию, начиная с Лейлы. Мы говорим, кого мы оставляем из мальчиков и по каким, собственно говоря, причинам всё это случилось. Алексей. Да ладно? Почему? Симпатичный, интересный, гламурный подонок. Замечательно. Давай, Санса. А я проголосую за Владимира, потому что в последнее время мне нравится имя Владимир. Мне кажется, все Владимиры хорошие, добрые, открытые, честные парни. Ва-а-а! Молодец. Лена. Я как бы чувствую, что всё-таки останется Лёша. Проголосую за Владимира, потому что он пришёл ко мне, и он очень хороший, симпатичный молодой человек. И просто хочу его поддержать своим голосом. Спасибо, что пришёл ко мне. Аделина, кого ты будешь благодарить? Благодарить мне сейчас ещё некого, но я даю свой голос Лёшеньке. Очень красивого. Ну понравился тебе Лёшенька? Да, понравился. Готовы с ним строить отношения, если останется? Да. Ой, ну давайте, это тоже достойно аплодисменты. Алена. Мне и моим близняшкам сегодня понравились оба молодых человека. Но так как один молодой человек высокий, худой, ещё из Воронежа, а да убери руки, я, конечно же, проголосую за него. Ален, сейчас делаются всякие разные операции, чтобы так было. Прекрати держать, ну нафига ты держишь-то? Потому что у меня нет такого лифчика push-up, как у тебя с гелевыми вкладочками. У меня нет гелевых, я готова. Ну сейчас нет, может быть, я видел. Я готова даже сейчас покормить ребят. Да. Давай, Ольга. Лёша. Кто? Лёша. Почему? Ну я просто с ним тоже пообщалась, и я вижу, что человек действительно хочет остаться на проекте. По сравнению с Вовой, Вова не так стремился к этому, поэтому я голосую за Лёшу. Спасибо. Ну что же, таким образом с нами остаётся гламурный подонок из Воронежа, бывший артист Алексей. Поздравляю. Вова, ругать тебя сейчас буду. Сейчас вот прям встанешь и плёткой тебя по попе буду бить. Ну что, почему? Симпатичный мальчик, красивые глазки, вроде интересные. Ну, почему так получилось? Как ты сам думаешь? Ну, не получилось. Наверное, не обаял. Давай, чтобы за периметром, да, в жизни, чтобы у тебя всё складывалось нормально, пытайся всё-таки быть более мужественным, да, напористым. Так, увидишь, вот девушка вроде скромная-скромная, а фигакст такая, говорит, подонки мне нравятся. Понятно, кто в этой жизни нужен девочкам. Понятно. Потом же сами страдаем. Ну что же, хочу сказать следующее, что завтра у нас старички уезжают на гастроли, поэтому, Лёха, у тебя появится возможность, но тебе мешать не будет, мы тебя будем здесь узнавать. Ну а вы давайте там хорошо отдохните и хорошо попойте песенки. Мы идём провожать Вавана и увидимся сразу после рекламы на телеканале ТНТ. Ну где, а то холодно тебе же будет, я же чувствую, что сейчас замёрзнешь. Да не замёрзнешь. Не замёрзнешь, то есть не надо так тебя обнимать? Это уж твоё желание. Моё желание? Моё желание обнимать. Если, конечно, можно, если вы не против. Но только так, на расстоянии. А, на расстоянии? Хорошо, без вопросов. Пойдём посмотрим, что тут у вас творится в вашем доме. Теперь уже в нашем. А территория у нас какая вообще? Ну смотри, вот это вот стройка, но мы здесь бываем только когда стройка. А так вот наша территория за пределы, заходить нельзя. Где? Я понял, а там? Где? То есть вот это вот всё? Да, это всё наше. Моё любимое место, язык. Ну... Знаешь почему? Почему? Потому что когда смотришь, ну, видно небо, звёзды. Блин, только хотел сказать. Переоразно. Я же сам по натуре человек романтик. Да? Конечно. Я люблю романтику, люблю звёзды. Вообще моя самая-самая-самая-самая любимая, не мечта, а можно так сказать, мечта, это, наверное, неправильно сказано. Но я вообще человек природы. Я люблю природу, люблю звёзды, люблю, ну... Слушай, вообще так отлично. Нет, я вообще безумно люблю. Мне нравится, когда получается какая-нибудь возможность там с людьми там выезжать там на... Какими-нибудь палатками там, представляешь? Обнимай. Надо же, обнимай. Ну, то, что ты вот со меня, мы вместе как-то, и со мной как-то. Сунглый тварь пробился в России. Воспитом в детдоме, в грязи и насилии. Дитя полков от двух разных рас. Чёрный и белый, по углу тебе раз. Прошёл через много своей жизни не слабый. Оскорбления, тренинг, разборки, разбитые подбородки. У всех было помято рожа, Кровь смущала его, сунглая кожа. Но после этого он пропадил, ночь бессонна. Знал, что за это ему устроят тёмную. Прошёл через много своей жизни не слабый. Ладима, сидит в дядю украдки. Ну, ты пошла в мою жизнь, дал совет, подарила свет. Ты оставила, будет, может, в счастье нет. С тобой одной хочу, тебе одну люблю. В МКРУ, политиском, мир, розы, сырье. Мы вместе навсегда, И ни дожди, ни холода, Не помешают мне тебя любить. Тебя любить, тебя любить. Тебе я верю, как тебе. Ты себя доверила судьбе. Мы счастливы, и так тому и быть. Так тому и быть. Как с вами тепло. Вам что, холодно? Нет, не холодно. Как вам может быть такой горячей девушкой холодно? Чего вы взяли, что я горячая? Вы же, ты не горячая. Горячая. А? Горячая. Ну, ты что? Горячая-то? Серьезно. Правда? Правда. Ну, и в чём же это выражается, ваше горячесть? А? В моём характере. В каком характере? Например? А? Я страстная. Ну, ты что? Коварная. Правда? Стерва. Ага. Так, и как же это всё происходит? Расскажите. Я немного, правда, ещё стеснительная. А происходит что? Ну, я не знаю, ваше коварство и так далее, так далее, так далее. Коварство, истерозность, всё в хорошем плане. В хорошем плане? Ага. Это что? Да? Ну, к чёрту возьму, что происходит, а? Коварность истерозность в хорошем плане. Блин, две несовместимые вещи. Знаешь, так, чтобы эта истерозность не напрягала, а нравилась. То есть, стерозность должна быть такой, чуть-чуть, чтобы она была чуть-чуть сексуальной, да? Угу. Ага. Все ясно. Чтобы запах секса витал в воздухе, да? Чтобы эта истерозность заводила молодого человека. Ну, ты что? Угу. Обалдеть вообще можно. Неужели нашло? Уже диктат был с моим правилом. На цвет кожи не обращался никакого внимания. И его жизни подруг много друзей и подруг. И, несмотря на его грубо говоря, прошлое, может быть, чуть-чуть пошлое. Он не оступился. Не разбился, я не обнял злобенности, потрости. А, говори, наглости, гадости. Остался нормальным и реальным. И, варясь во всей этой же жизни, он не остался преданности всему миру, да нанесённую обидой. И что в этой жизни не надо, да вас показал всем. Рожейки представьте, меня зовут Сэм. О-о-о. Ну, ты вошёл в мою жизнь. Дал совет, подарил свет. Когда я сдавил оттуда, я думал, что отчастие нет. С тобой одну хочу, тебя одну люблю. Твою дорогу лексиками розыстилю. Мы вместе навсегда. И ни коги, ни холода не помешают мне. Тебя любить. Тебя любить. Тебя любить. Тебе я верю, как тебе. Тебя доверила судьбе. Мы счастливы. И так тому и быть. Так тому и быть. Законы любви несознаны, не забывай. Держи меня крепче, за руку не отпускай. Когда ты со мной, я так благодарна судьбе. И сердце моё откроется только тебе. Только тебе. Только тебе. И последний раз. Только тебе. Где, а то холодно тебе будет. Я же чувствую, что за час замерзну. Ну не замерз. Не замерз. То есть не надо так тебя обнимать? Это уже твоё желание. Моё желание? Моё желание обнимать. Если, конечно, можно, если вы не против. Но только так, на расстоянии. А на расстоянии? Хорошо, без вопросов. А вообще, очень замечательно. Прекрасно, что ты пришёл на этот проект. Серьёзно? Да. Ну что ж, самому приятно. А все молодые люди, которые мне нравились, с которыми я общалась, вы типаж? Мой типаж? Угу. Всё ясно. Ну, я как-то это, пропустил этот момент. Но. Но оно и к лучшему. Оно и к лучшему. Но, конечно, я не только на внешность обращаю внимание. Мы и на внутренний мир. Если мы несовместимы, я думаю, что... Ну, мне часто такое бывало. Раньше ещё. Я понимала, что для друга мы не созданы, но всё равно, вот, любишь, любишь, а потом я поняла, что нужно смотреть на всё трезвыми глазами. Ну, есть то, что нужно смотреть на всё проще. Правильно, проще. Ну, просто-напросто. Не загоняться там, что там, как там. А вот если тянет, то нужно что-то делать к этому. А если не тянет, тогда, извините, хоть ты думай, хоть ты не думай, хоть ты что-то там будешь гадать, стоять там, думать. Это бесполезно. Ну что же, сегодня девочки решили, что с нами должен остаться ещё один гламурный подонок из Воронежа. Ну, а мы увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телеканал.